вот таких будем сегодня ловить и покажем как это делать что вами руководило чтобы вы отдали свои деньги итак мы делаем поводок для того чтобы ловить большого карпа 220 гривен пожертвования пожертвования вообще-то цифра не ставят шо и все до пошел хозди нет конечно вот хороший вопрос вот друзья напишите в комментариях вот у кого проходило так что он приезжал сюда и не платил приветствовать друзья вы на youtube-канале все для клёва мы с вами сегодня на рыбалке в старом порту многие говорили о том что тут платная рыбалка не платная рыбалка мы сегодня будем с этим вопросом разбираться я впервые раз здесь на рыбалке и буду смотреть что там ловится вот наш первый рыбак который здесь узнал меня и сегодня уже сутки вы прорыбачили и шо раскрытишь что тут ловится раз есть рыба есть в рамбалоке рыба есть арк есть мы поймали да поймали нашел я на попав взял карп большом килограмм а вот что там вот такое вот 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 такое есть не с глазами не всплывала врать не буду врать не буду карась клюет сейчас лишь есть лишь был да да просто отлично вот вот такое чтобы там сказать как рыбак да говорит вот такие вот глаза говорит не было все значит будем вот такие вот таких будем сегодня ловить покажем как это делать не переключайтесь смотрите и ставьте лайки друзья вот эдик тут местный рыбак и показывает мне на вкус насти он здесь преимущественно ловит расскажи про него что это у нас удобно тем что во первых скользящий грузик вот даже мелкая поклевка она чувствительная то вот дальше идет кормушка кормушка до кормушка удобно тем что в нее можно забивать нашу вместе с горохом перемешку вот и будет кормиться как карась так и и карп и лещик готовят лежок поводок примерно 20 сантиметров и волосы на остатской крючком на с крючком ну нормальный вариант единственно что мне в ней не нравится это то что груз получается тяжелее чем кормушка и когда она будет лететь груз пойдет вперед кормушка может перехлестнуться тоже думал об этом ни разу сколько бросков было в школе учил физику не примерно знаю как оно должно быть ну вот в этом варианте я тоже думал что так будет но ни разу не получил а я специально посмотрю как вы ее забрали хорошо договорились рядышком стоит добро хорошо все будем пробовать дальше одну рыбалку только оттестировал сейчас еще раз буду тестировать давайте посмотрим на прошлую рыбалку был каш на нем вы будете горох забивать в кашу месте гороха а их самый главный вопрос вот про крючок этот крючок с прошлой рыбалки да и что вы его будете опять используете они вот это не серьезно друзья и вам всем рассказываю что крючок это разный материал материал который должен меняться если не два-три раза в нет за рыбалку то хотя бы каждый раз вот приезжая на рыбалку свежий крючок стоит все хорошо попробуем кстати есть крючки вашей фирмы попробуем все ли клево да есть сейчас вчера был у вас магазине друзья вы поняли сейчас перевяжем по словам отлично все поехали добро и и Итак, приехали мы в Старый порт на сутки, будем сейчас закармливаться. Сейчас я буду делать оснастку, особенную для ловли именно больших карпов. То есть на эту оснастку не клюют мелочь. То есть карпики там килограмм-полтора, лещи, караси, по идее на такую оснастку, на такой поводок не клюют. А клюют только большие здоровые монстры. Вот такой поводок я сейчас буду вязать. Кроме достоинства, что на этот поводок ловятся большие карпы, в нем еще есть недостатки. Недостатки это в том, что надо каждый раз делать новый поводок. То есть нельзя просто прицепить к горошину и все. Нужно каждый раз перевязывать поводок. Вот это единственный недостаток. Но ловля трофеев, конечно, слегка вой оправдывает вот такие недостатки. Итак, как я вяжу этот поводок? Беру кусок шнура плетеного и делаю на нем петелечку. Вот так вот один раз привязав узелочек. Лишнее сразу отрезаю. Здесь прижигаю сжигалкой. Так, дальше. Ну, покажи, Макс, покажи. Так, тут уже курс молодого бойца. Народ уже собрался, чтобы посмотреть, как правильно ловить большого карпа. Да. Да? Хорошо, ладно. Слушайте, мне уже хочется проводить какие-то, наверное, может... Тренинги. Тренинги, да. В магазине, кстати, на Бочарову. Кстати, хорошая идея. Надо бы подумать. Спирт есть? Тренинг без воды. Так, все, не мешаем. Нет, ничего вырезать не будем. Как есть, так и будет. Итак, мы делаем поводок для того, чтобы ловить большого карпа. Значит, берем сразу же 3-4 горошины. И сразу же их одеваем. По одной. Раз. Два. Я уже так делал, уже в одном из видео делал, показывал, друзья, вам. Может, вы, конечно, не видели его. Это видео даже более чем годичной давности. Мы тогда ловили хороших карпов на 51-м километре на Днестре. Вот. Вот сделала 3 горошины, видите, да? Даже нет, давайте сделаем 4. Разведем еще 4-ю. И тоже сюда одеваем 4-ю. И так вот проделим мы 4 горошины, видите, да? Вот они на шнуре. Теперь вот эту петельку, которую сделали с самого начала, продеваем шнур на удавку. Есть. И эти 4 горошины аккуратненько так вот делаем так, чтобы эта удавочка аккуратненько встала. получается у нас вот так вот ромбиком 4 горошина. маленький карп не сможет проглотить эти 4 горошины. А большой карп, как раз вот для него это будет идеальный вариант. И уже на основании уже вот этого варианта волосяной оснастки мы уже привязываем наш крючочек. Для того, чтобы ловить вот именно на 4 горошины, возьмем, конечно, шестой номер нашего крючка. Этот крючок уникальный, скажем, в своем роде. Это, конечно, не гамакацу, да, я вам скажу, но это очень хороший крючок и уникальность этого крючка заключается в том, что, во-первых, горошина, которая одевается на затылок этого крючка, она не ломается, то есть не крошится, не пополам не расходится и нормально будет одевать. Особенно я буду так ловить ночью, то есть волосяная оснастка при свете фонаря мне будет неудобно вязать, и поэтому я буду прямо на крючок надевать горошину и буду так ловить. А днем, когда я могу себе позволить нормально связать оснастку, я буду делать именно вот так. И уже вот к этому гороху мы привязываем безузловой узел. Вот таким вот вариантом. Надеюсь, вам видно. Вот сюда беру и вяжу. Придерживаю волос. Вяжу. Вот так. И продеваю его к жалу. Есть. Вот так я сделаю три своих оснастки на три удилища. Я больше трех удилищ делать не буду. Сразу скажу, что вот здесь я сделал сильно длинный волос, но я его специально убирать не буду, я поэкспортирую именно с этим длинным. Посмотрю, как он будет работать. На других я сделаю чуть покороче. Но тут я вижу, что он уже длинноватый. Надо сделать чуть-чуть короче. Вы меня поняли, я надеюсь. Все тут зажимаем. Для этого используем наши зажимы. Крючок очень тонкий и поэтому первое правило, которое нужно использовать с этим крючком, это не нужно резко подсекать и не надо сильно рвать губу рыбе, чтобы рыба не сошла. Потому что он хорошо впивается в губу и ему сильных подсечек этому крючку не нужны. И не забывайте, конечно же, работать фрикционно. Потому что любой крючок, какой бы вы ни взяли, какой бы это ни был фирмы, этот крючок, но сталь тонкая и, конечно, она может и разогнуться, и поломаться. Но, тем не менее, тот, кто умеет пользоваться фрикционом, обязательно вытащит этого карпа. И мы это сегодня вам покажем. Все, вот такой вот вариант. То есть оснастку делаю инлайн с карпушкой Потап прямо на основную леску делаю с бусиной. Это вы уже видели не в одном моем видео. Я показывал их практически каждый раз. То есть прямо на основной леске без каких-либо дополнительных вертлюжков, карабинов и всего остального. Вот нужна вот такая бусинка и больше ничего. Это именно для того, чтобы сделать отвод. То есть я продеваю эту бусину. Несколько раз. Ну, в принципе, два-три раза достаточно. Вот так вот. На пальцы прямо. Делаю вот такие две петли. Вот они. Две петелечки, видите, да? И потом вот через эти две петли продеваю еще вот эту леску. Вот так. Вот так. Раз. Два. Три. Все. И этот вот затягиваю. И получается эта бусина стопорная. Не забывайте смачивать. Она уже никуда не уйдет. Ни влево, ни вправо. Никуда не уйдет. Все. Вот она стоит. И здесь делаем небольшой отводик, поводочек. Делаем его узлом восьмеркой, как обычно. Самый эффективный, самый удобный, быстрый крючок. Э, узел. Извините. Вот так. Вот так. И вот сжимаем. И лишнее отрезаем. Все. Останаска готова. Осталось только продеть в нее наш поводок. И можно уже забивать кормушку горохом и забрасывать. Значит, один нюанс. Значит, петельку в конце поводка делаем пошире. Для того, чтобы в нее прошел вот эти вот горох. Вот эти четыре горошина. Я вам сейчас покажу, что я имею в виду. Поводок беру тонкий. У меня здесь стоит, по-моему, 0,1 мм. Шнур диаметром 0,1 мм. Не 0,12, не 0,14, не 0,16, а 0,1. Вот что я имел в виду. Когда я говорил, что нужно сделать подлиннее петельку. Чтобы вот сюда раз. И методом петля в петлю. Чтобы у нас нормально проходил этот горох. С крючком. Вот так. Я вот вижу, уже начинают комары кусать. Кстати, что там с комарами здесь? Ночью тихо было вроде. Ветер был? Да. Вчера, да. А, ну, поэтому и комара не было. А сегодня я смотрю, что вроде как... Можно и встрять. Пора подсказывать. Есть. Так. Все. Вот получилась оснастка. Чувствительная. Упирается она в стопорную бусину. Поводок. И поводок. Вот такой вот. Что-то лишнее прицепилось. Вот так. Вот так будем ловить. То есть, грубо говоря... Друзья, ну вот мои три удилища. Первое, второе, третье. Там на первом, как вы видели, там длинный был волос. Здесь сделал волос покороче. С четырьмя горошинами. А на третье сделал волос с тремя горошинами. Вот такой вот вариант. И надеемся поймать большого карпа. То есть, видите, даже в этом эксперименте, даже в таком варианте, я тоже экспериментирую. То есть, четыре, три. Не будет клевать, вообще поставлю два. То есть, каждый раз нужно что-то анализировать и экспериментировать. И у вас все точно получится. Играет музыка. Играет музыка. Доброе утро, друзья. У нас полшестого утра. И одна маленькая поклевочка. На четыре горошины, помните? Короткий поводок. У нас вот здесь... Что там у нас? Что-то такое небольшое, но что-то есть. Вот какой красавец. Маленький. Но все равно, вы представляете, заглотил четыре горошина. То есть, позарился на четыре. Не на одну, не на две, а на четыре. Давайте его выпустим. И скажем, муж пускай приведет своих папу и маму. А вода теплая, я вам скажу. Вода очень теплая. А вода теплая. Внутри сливочем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сейчас 6 утра. Мы на берегу Днестра. Если видите, туман. Здесь на берегу сыро, зябко, прохладно. Не забывайте, что наступила осень. И нужно одеваться потеплее. Я, например, нахожусь в костюме Терра от компании Комотек. Мой телохранитель Александр, кто понимает юмор, все для клево, находится в костюме Секвоя. Да. Кстати, расскажи, как тебе этот костюмчик? Костюм бомба. Во-первых, что мне в нем понравилось, это цена-качество. Я промониторил рынок в Украине, посмотрел, как бы за такие деньги, ничего, как бы, даже близко подобного не найти. Во-вторых, мне очень нравится сам крой. Мне в нем очень удобно, комфортно. Он, как по мне, сделан. Как бы я парень, как для телохранителя не маленький, поэтому, как бы, костюм мне очень-очень хорошо подходит. Можно и разручный жилет одевать, и кабру носить, все удобно. Потом, что мне еще нравится, в нем очень хорошая качественная фурнитура. Обычно это самое такое, что в костюмах, как бы, очень важно, потому что это больше всего ты открываешь, закрываешь карманы, заклепки, застежки, и это все быстро выходит из строя. Я смотрю по качеству, думаю, здесь носить и не переносить. Что мне еще очень нравится, это дизайн. Классный, стильный дизайн, который подойдет не только под рыбалку, так же под активный отдых, на туризме, сборки грибов, это мое второе любимое хобби. На охоте, кто любит охотиться. Также, что мне еще было интересно, что я обратил внимание, вот эта желтая вкладка. То есть, как я понял, что она сделана для того, что в случае, если плохая видимость или погода, ты тебя заблудился, потерялся, ты переворачиваешь куртку, одеваешь на себя, даешь какие-то там опознавательные знаки, и тебе легче найдут. Ну да. Как бы я знаю, такое используется в морской практике, желтое, оранжевое, то, что в случае падения человека заброд, будет легче его опознать, увидеть, как бы вернуться в ту точку и найти его. О, ё-моё, отлично. Уже и поклевочка. Друзья, вот это да. О! Вот это да. Так что, друзья, хочу вам сказать, что насчет продолжения разговора о компании Комотеке костюмах, старайтесь превращать свое времяпрепровождение на берегу, в комфортных условиях для себя. Поэтому в одежде Комотек это делать наиболее комфортно. Есть. Вот такой вот карпидончик. Небольшой, но взял, хорошо. Да. Небольшой карпик. Друзья, чтобы вы понимали, я решил с утра поставить другие крючки и поставил крючок восьмого номера. То есть не шестого, а восьмого, наш крючочек все для клево. И вы видите, ну, клюют маленькие карпики. Все-таки маленькие. Хотя здесь стояло, чтобы вы понимали, три горошина. Вот такой вот, если вам видно, крючочек. Но это не наш размер. Таких красавцев мы выпускаем. Поэтому иди гуляй. На утро, короче, я немножко поменяю тактику. Оставлю с одной горошиной, с тремя. И на то удилище прицеплю другую оснастку. Я вам сейчас все покажу, какую. Вот такая вот оснастка. Она очень чувствительная. То есть она вяжется прямо на основной леске удилища. Состоит она из сквозного грузила гриппа. Тут 90 грамм. Двух больших бусинок, между которыми техноплантон. Тут вертлюжочек небольшой. И поводок примерно 15 сантиметров. На котором наш крючок. И если вы видите, на крючок все для клевок. Свободно насаживаются две горошины. То есть затылок этого крючка именно специально был так изогнут, чтобы можно было одеть две горошины. И при этом, посмотрите, жало открыто. Видите? Вот таким вариантом попробуем тоже половить карпа, карася, леща в Днестре. Получается, что техноплантон, он пылит быстрее, чем макуха. Естественно, растворяется быстрее. Но при этом он застает струю, которая уходит вниз по течению и очень быстро привлекает рыбу. И я думаю, что это очень перспективный вариант для ловли именно на течении на Днестре. Вот именно на такой техноплантон. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Все, как говорится, познается в сравнении. Что это, Сань? Карась. О, хороший карасик, слушайте. На две горошинки. Ага. Кормушка паук, горох, две горошинки. Вот поклевочка, стерилизатор сработал на катушке. Подсечка и карась. На волос. Такой карасик. Это вы себе прикормите или мне? Всем. Всем, да? Друзья, я хочу вам сказать, я уже не раз на это обращал ваше внимание. Смотрите, вот тут глубина, сколько примерно? Ну, метров в десять. Метров в десять глубина, чтобы вы понимали, да? Если прикаривать вот для этих удилищ, да, то нужно заходить вот туда, вот к тому же гуленку, и оттуда начинать прикармливать. Потому что, если подумать о физике, то есть глубине падения, весу груза, да, и силе течения, то получается, что пока этот горох дойдет до дна, он уже будет вон там метров, наверное, сто. Понимаете? Будем смотреть. Так что, да, так что спасибо, что вы нам прикормили, спасибо. Я теперь понимаю, куда нужно мне кидать. Так как я стою ниже по течению. Ну даже... Оно упадет где-то. Прикормлено, серьезно. Ну ладно, все. Вы лучше знаете, все, я тогда молчу. Вот, а жигуленок нам прикармливают. Да, а, ну тогда, значит, все друг другу прикармливают, да? Мы вам, жигуленок, нам. Так, все, тогда придется мне сейчас прикармливать для тех жигулей, да? Для тех жигулей. Я понял, хорошо. Давай, давай, давай. Ё-о, кормятят. Паук. Три горошинки. А, на три горошина, да? Да. Ага, ну давай посмотрим, где эти три горошины. Ну вот они. Смотри, какой красавец. Супер. Да? Мне тоже нравится. Санечка, ну вот твоя рыба, на. А то я уже взял, типа, прикарманил. Ничего страшного. Ну, на нашу оснасточку. На нашу, на нашу. Супер. Ох, ты-ты-ты. Супер. Ага, вы нам прикормили нормально. Спасибо вам за это. Супер. Супер. Ну нет, садим. Сюда. Вот туда. Супер. Ага. 2 хорошенький ну да сработало супер хорошенький вот такой красавец еще один доброго утра привет олег о здорово и как картика поймали только что он все будем уху варить а че так погано почистили еще не почистили что и все да пошел хоть денег да нет конечно ну и все ладно я думаю будет что-то блин какой-то экшен оказывается все нормально хорошо давайте а как ты хотел там сейчас будет скоро пол берегом таких как я и шо ну будем значит брать с собой лопаты будем ставить какие-то эти рельсы спал ну это конечно наш размер на одну горошину друзья ну вот вы видели да подходил олег который смотрит за этой территории и снимает там с кого 300 гривен с кого 200 с кого 250 вот задается вопрос и да кстати он прошел мимо меня и я естественно он даже даже мне не спросил даже по поводу оплаты в это сами видели вопрос вот за что снимаются эти деньги такие серьезные деньги 300 гривен это я считаю серьезные деньги за что за берег днестра то что этот берег днестра находится во владении там громадской организации и что вот я всегда приводил пример ребят которые общественной организации рыбацкий край днестровский которые на причали то же самое выдали причал в пользование и рыбалка стоит 20 гривен на 30 гривен 10 гривен 20 гривен по моему заезд машиной и 20 или 10 гривен рыбалка стоит для пенсионеров вообще бесплатно вот это я понимаю нормально адекватная цена потому что они по большому счету никаких там услуг не представляют здесь тоже берег днестра никаких тебе там услуг горячего кофе там вай-фай платная стоянка с освещением там охраняемая или еще что-то там номера какие-то с белыми простынями но ведь этого же нет то есть услуги никакие не представляют в мусора не мусора не вывозят да но блин но это же не 300 гривен человек ну блин согласитесь во первых во вторых я вот взял с собой я всегда вожу с собой мусорный пакет и и свой мусор весь я полностью весь собираю это и иногда и чищу да здесь чисто я соглашусь тут чисто порядок тут нет мусора не валяется ну так кое-где амакурки какие-то там что-то такое мелочь какая-то есть но в основном по сравнению с другим днестром да там 42 по 52 километр здесь чище но ребята 300 гривен ну за какой извините меня собирать такие деньги я это не понимаю просто не понимаю добровольный внесок пишется в бумажке поняли да то есть человек оплачивая 300 гривен ему дают квитанцию как бы на добровольный внесок ну так если вы хотите вам понравилась рыбалка вы хотите там этой гражданской общественной организации дать денег каких-то там да ну так дайте 50 гривен или вообще ничего не давайте если это добровольный платеж ну как-то так и я это понимаю так как я неоднократно вам уже там говорил друзья что рыбалка водоемах общего пользования бесплатная друзья думайте сами решайте сами как говорится как этой песне иметь или не иметь я лишь вам даю информацию о том как законно ловить бесплатно на нашем днестре и не только на нашем днестре на других тоже водоемах общего пользования а тем временем мы сейчас готовим уху там уже вода практически закипела сейчас кинем морковочку лучок карпуша у нас уже есть так что все будет классно вот это да красавица как раз он так вовремя к ухе подоспел захотел нашего червячка то есть видите начал экспериментировать я и с насадкой с этой оснасткой с техноплантоном и вот такой лещарик вовремя он вовремя я тут впервые поэтому если что не плашать давайте посмотрим давайте так громадская организация местливцев и рыбалок днестровский сайт организации дозвельная картка призвища умовы в артисе рекомендованный добровольный внесок вот это то о чем я с вами говорил пожертвование физичных юридических осип 220 гривен пожертвования пожертвования вообще-то цифра не ставится до стоянка транспортом сбежи 50 гривен термин 24 годы рахунок айбан все дела собраться с ли тоже что то есть печать рыба три килограмма раке ну это вытяг с правил любительского спортивного рыбальства так делянки земли и кима же с днестром в ходе до складу днестровского национального природного парка лишь избранного склада от и богатия кроме специальных обманных месте понятно ну в общем вот такая бумажка бумажка громадской организации местливцев и рыбалок ну типа да и сколько же вы заплатили 150 200 350 на двоих слушаю спрашивал да а почему александр не платила я путь александр хитрый или какой-то бессовестный бессовестного да да потому что саша бессовестный а мы совесть поняли да друзья то есть знание своих законов прав это уже считается быть бессовестным получается так зачем мы заплатили деньги вот объясните зачем да вот вы же вы же знаете я вот рядом с вами стоит мы по соседству стоим правильно вот вот что вами руководила чтобы вы отдали свои деньги вот как вы блин вот как вот вот при привыкли вот так что надо платить да а за шо блин хер его знают да ну зашел за то что ловим не ну за что за ежами ну это что нормально заведена их ну и что шоих на территории за то что тут всегда вместо есть потому что они дорогие правильно то есть они правильно то есть получается они такие а сколько же делать денег поставить чем короче там ближе к концу сезона или к началу там цены небольшие чтобы люди приезжали потом видят что а там аншлаг давай как бы тут поднимем цены короче и осенью тут еще дороже будет через месяц еще дороже на шкарп пойдет и буду тут стоит 500 гривен как и на глубоком капец представляете во сколько стоит людей сколько машин и вот каждый будет платить по 500 гривен а сейчас платят вот по 300 или по 150 350 с двух человек взял так дайте его предупредили там что вы тут стоит берет лишь вот так кто сколько даст а так у него такса тут 300 гривен 300 гривен до 300 гривен до а а в билете написано почему-то 270 раньше здесь было 270 это мне рассказали здесь второй раз ну я понял вот так вот друзья а сегодня он берет то сколько даст получается то есть еще хорошее настроение мы искать или может вы повлияли и получается так и я из этого бессовестный за то что он ко мне подошел во первых даже не предложил мне заплатил сегодня своих денег то здрасте столько машин не заработал но он должен был три тысячи заработала заработал тысяч как это три это что 10 машин тут тут туда хрен знает сколько машин сюда до в день три тысячи и причем это при том что громадская организация она не бюджетная организация то есть они налоги не платят куда идут деньги куда представьте себе даже пускай 30 гривен день пускай видел он с косой ходил косил этот камыш вот ну вот это вот от дороги он скашивает места немножко видать мусор немножко вывозит это точно и дорогу он сделал раньше там вообще ужасно сейчас я ехал спокойно ну хорошо представьте себе три тысячи гривен день умножьте на 30 дней и умножьте блин тут сезон но месяца 4 как минимум ну вот ну вот и это порождаете вы этот бронетизм потому что даете деньги а сказали бы за что начнешь нас начнешь с ним ссориться до вызовет своих свою полицию давайте вот пусть приедет пусть при таки вы возьмите телефон и снимайте нашу шоу мешает нам придется свернуться и уехать не не нет если вы знаете свои права если вы хотите отстаивать их если не хотите и платить как вот это непонятно кто ну платить у них тут все проплачено слушайте это не так это неправда да это вы расписались собственной слабости по большому счету а если сказали бы нет я платить не буду и все блин и хрен бомбы чтоб сделал бы вот так жаль конечно что так происходит вот хороший вопрос вот друзья напишите в комментариях вот у кого проходило так что он приезжал сюда и не платил вот даже будет интересно посмотреть раз периментально вот так снять так берите уважен телефон у всех телефона уже гаджеты нормальные с фото видеофиксации пожалуйста снимайте ну что давайте попробуем мне без рыбы у нас как говорится колхоз дело добровольное машут тебе с рыбой тебе побольше тебе за себя и за сашку да да в ту поршень плюс уха и свежая пойманная рыба не может быть и вкусно водки будут не хватает аучка получился faudcho тихо 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 спокойно карпуша 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 на шо три горошинки и паук только три горошины работал сигнализатор уже две осталось виде класс сработал сигнализатор резко подсечкой потихоньку сферционную супер поздравляю и так же делаем выводы по сегодняшней рыбалки первое карпы ловились караси ловились лещи ловились так так это факт эффективно работал крючок все для клевого горох с коноплей горох с коноплей кормушка потап и паук 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 у меня нормально работал лучше то есть основная такая любительская снасть любительской ловли как оснастка с пауком и с потапом нормально себя показывает кроме того сегодня ловили мы на технопланктон и он тоже показал свою эффективность ну а что касается оплаты за рыбалку в старом порту вы сами все прекрасно видели и делайте выводы сами если хочу сказать что вот здесь где ловят тут реально чисто но здесь туалетов нет я когда посмотрел что находится вот там чуть дальше за камышами там неприглядная ситуация поэтому говорить о том что тут можно платить на 300 гривен какой-то сервисный сервиса нет вообще никакого поэтому и платить здесь не за что это мое личное мнение вы делаете выводы сами я буду рад вашим комментариям чтобы вы там поделились своими советами платить здесь или не платить но 99 процентов людей на 90 9 десятых процентов людей здесь платят к сожалению моему великому сожалению друзья если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал все для клёво ну прощайся с вами до скорых встреч на рыбалке всем удачи всего хорошего пока